Дарья Тарасенко 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 Вдоль дорог и в советском районе, например, на улицах Алексеева и Весны, а также на правобережье, на Красноярском рабочем и на улицах Волжская, Львовская и Песочная. Тем временем красноярцы продолжают иронизировать в соцсетях и окрестили эту идею «заборизация Красноярска». Интернет-пользователи уверены, что заборы не помогут обеспечить безопасность пешеходов, а только испортят облик города. Добавлю, по условиям контракта появиться ограждение на тротуарах должны до конца октября этого года. А 26 марта в воскресных новостях расскажем, почему другие крупные города уже давно отказались от ограждений, а Красноярск продолжает превращаться в город-оградок. Нужны ли ограждения на улицах Красноярска? Эту тему обсудим в 20.30 вместе с вами. Как вы считаете, станет ли город безопаснее после установки заборов? Или же, на ваш взгляд, устанавливать ограничители не стоит? Звоните по телефону 265-45-00, пишите смс на номер 9020, комментируйте ВКонтакте или пишите в Вайбере, в Ватсапе по номеру 8-923-165-45-00. Красноярский пассажирский флот требует обновления. Сейчас в арсенале 30 судов, которые за сезон навигации перевозят более 400 тысяч человек. Подвижной состав устарел, а на замену или ремонт требуется как минимум 640 миллионов рублей. Что ждет красноярские пассажирские перевозки, выясняла Виктория Столярова. На Красноярской судоверфи кипит работа. До сезона навигации осталось чуть больше месяца. К этому времени необходимо подлатать подвижной состав. Тех, кто на ходу, осталось совсем немного. В мае для речников самая горячая пора. Именно тогда начинается первый сезон навигации на притоках Енисея. Сейчас в нашем арсенале 30 пассажирских судов. Самый крупный из которых вот такой Александр Матросов и аналогичный ему цеплоход Валерий Чкалов. Это настоящие старожилы водного транспорта. В эксплуатации уже более 60 лет. Пока со своими обязанностями справляются, но, по словам речников, прослужат еще лет 10. Да и поддерживать их в работоспособном состоянии становится сложнее. Конечно, подвижной состав старый. Конечно, требуется реновация парка. То ли реновация, то ли приобретение этого парка нового. Надо понимать, что, видимо, так или иначе нам придется идти путем акционирования всех предприятий. Без средств федерации здесь не обойтись, говорят краевые парламентарии. Строительство нового судна по типу Матросова обойдется в миллиард рублей. Обновление в 640 миллионов. Но ни на то, ни на другое средств в краевой казне нет. Всегда будет больше рабочих. Сейчас много, которые уже стоят. Навигация в крае длится с мая по октябрь. К примеру, в Нижней или Подкаменной Тунгуске из-за быстрых течений или множества порогов может достигать всего две недели. Поэтому от оперативности речников и состояния флота в целом зависят труднодоступные районы края. Грузовой флот также требует модернизации. В прошлом году судами Енисейского пароходства доставлено более 4 миллионов тонн груза. Заказчиком львийная доля перевозок является промышленные гиганты. В среднем в год пароходство тратит более 100 миллионов рублей в обновления, в ремонтные работы. Прогресс не стоит на месте. Постоянно вводятся новые требования, связанные с безопасностью судоходства. По итогам прошлого сезона навигации пассажирами речных перевозок стали более 400 тысяч человек. В этом году рейсов планируют больше. Виктория Столярова, Владимир Антонов. Новости от ВК. Развитие пассажирских речных перевозок продолжим обсуждать в программе «После новостей» в 20.45. Изменятся ли тарифы и появятся ли новые направления, узнаем у гостя генерального директора пассажир «Речь транса» Ивана Шевченко. Продолжение истории из нашего коммунального сериала «Когда залатают яму на Дудинской». Об этом расскажем через 5 минут, а через 15 минут о том, когда отключат горячую воду. Испортил аллею, получил штраф. Сотрудники дорожной полиции нашли водителя лендровера, который решил объехать пробку на улице Мужества прямо по газону. Поступок нарушителя сняли другие автомобилисты на видео. По их словам, мужчина не только испортил аллею с деревьями, но и забрызгал грязью проезжую часть. За спешку у красноярцев получил штраф в размере полутора тысяч рублей. Отметим, за эту неделю такой штраф выносится уже второй раз. Первый случай был в понедельник. Тогда водитель Мерседеса объехал пробку на предмостной площади, срезав прямо по кольцу. И судя по следам на газонах, водители делают так часто. А как вы относитесь к таким маневрам в пробках? Сами так делаете? И какое наказание, на ваш взгляд, должны получить те, кто больше всех торопится? Пишите эту тему в эфире ночных новостей ТВК. Вместе с вами экспертами обсудит моя коллега Екатерина Кошучик. Люди пожаловались по телефону с желтой карточки и яму золотают. Правда, придется поездить по разбитой дороге еще пару недель. Такое продолжение истории из нашего коммунального сериала «Последнее предупреждение». Все подробности прямо сейчас. Такой страшной нашу желтую карточку мы еще не видели. Просто потому что на Дудинской 2, где мы сейчас находимся, невозможно проезжать по дороге. Здесь огромные ямы, в них копится вода. Все это летит уже. Нас даже, нашу съемочную группу, сильно обрызгали. А все потому что люди, которые звонили по телефону 205, они, кстати, получили объяснение, здесь латали ямы меньше, чем год назад, в мае 2016 года. Но тогда сделали это в дождь, и вы сами видите результат. На этот результат люди пожаловались и получили ответ, что теперь подрядчик, который тогда выполнял работы, будет все исправлять за свой счет. Но, правда, пока он это исправить не может, потому что температура на улице еще среднесуточная, ниже 5 градусов тепла. Вот когда она будет 5 градусов и выше, тогда будут исправлять. Пока нам с вами предлагают ездить по вот такой дороге, только большие грузы, наверное, могут не замечать эти ямы. Если вы считаете, что ямы на дорогах – это ненормально для вас, наша инструкция, куда нужно жаловаться. Шаг первый. Первое, куда вам нужно звонить, если на пути вы встретили яму – это диспетчерская 205. Да, коммунальщики, конечно, сами делают объезды по окончании зимы, но чем больше ваших звонков, тем выше вероятность, что это место точно не забудут. А если забыли, шаг второй – звонок в дежурную службу ГИБДД по номеру 127. По вашей жалобе эксперты обязаны выехать на место и провести замеры. Яму, которая глубже 5 сантиметров, длиннее 15 и шире 60, обязаны убрать. Для этого сотрудники ГИБДД направят мэрии специальное предписание, а если не поможет – штраф. Мне кажется, за ситуацию на улице Дудинская уже тоже точно положен штраф. Поэтому мы оставляем на месте сегодня нашу красную карточку с номером телефона 127. Звоните, вызывайте вот сюда специалистов, чтобы они приехали и проверили, какие здесь ямы, какая глубина, потому что на глаз это просто нереально. А мы будем следить, как развивается эта история. Катерина Кашучек, Павел Тюкавкин. Последнее предупреждение. Михаил Константинов, который показал студентам фильм Навального «Он вам не Димон», ищет работу. Но в СФУ возвращаться не собирается. Как на всю эту историю отреагировали студенты и теперь уже бывшие коллеги преподавателя? В сюжете Татьяны Стрельцовой. Пойду куда-нибудь работать туда, в ту область, которая не связана с преподаванием. Михаил Константинов преподавал в Торгово-экономическом институте философию и культурологию больше 20 лет. Но после внезапного и скандального увольнения он не верит, что сможет вернуться в образование. Теперь уже бывший преподаватель рассказывает, решил показать студентам фильм Алексея Навального «Он вам не Димон» в аудитории. Во время занятия не просто так. Зимой очень холодно в аудитории. И администрация, чтобы это не было, наклеивала на аудиторию куски полиентилена и перебивала их рейками. Ну и история мировой культуры. То есть на все это взгляд все равно падал. Возникал вопрос, деньги же выделяются, почему нельзя хотя бы нормальные окна вставить в аудиторию. И когда фильм Навального вышел, и я его увидел, я решил, что это хороший ответ на вопрос. Федеральный вуз, нужны деньги, денег нет на окна, а где они? Вот Алексей Навальный на все вопросы ответил. В фильме фонда «Борьбы с коррупцией» говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев якобы владеет гектарами элитной земли, дорогостоящей недвижимостью и яхтами. А получил он это благодаря взяткам от олигархов. Формально Михаилу Константинову предъявили претензии за нецелевое использование учебного времени, а также за политическую агитацию. В пресс-службе СФУ уверяет, недопустимы политические диспуты любого характера, а не только оппозиционного. Любая агитационная работа будет незаконной и любая агитационная работа вызвала бы нарекания со стороны дирекции. Михаил Константинов говорит, после замечания уволился по собственному желанию, но по его словам в дирекции института ему дали понять, что так для него самого будет лучше. Несмотря на то, что штаб Алексея Навального предложил Михаилу Константинову юридическую помощь, преподаватель судиться с вузом не собирается. По его словам, из сотрудников кафедры его никто не поддержал, а мнения студентов разделились. Говорят, что преподаватель поступил по совести. То есть, получается, кто-то из студентов взял и рассказал об случившемся. Он у нас философию преподавал. И как он вообще? Отличный преподаватель, хороший. Всегда все сводилось к разговорам о политике. Даже в основном у нас был предмет какой вообще? Культурология. Из преподавателей открыто поддержала Михаила Константинова только одна из бывших коллег, которая сейчас преподает в педуниверситете. Мне кажется, что это не повод для увольнения. Не повод для того, чтобы мотивировать человека и просить его уволиться, скажем так правильно. Потому что это, конечно, профессиональное, невыполнение профессиональных обязанностей, которые может повлечь за собой выговор, может повлечь за собой приглашение его на тестационную комиссию для того, чтобы проверить его профессиональные способности. Потому что речь идет именно о профессиональных способностях. Михаил Константинов говорит, что не привык сидеть без дела. И если в образование вернуться не получится, готов идти работать даже сторожем. Татьяна Стрельцова, Александр Тропин, Новости ТВК. Антикоррупционный митинг в Красноярске не согласовали из-за субботника. Такой ответ от мэрии поступил городским сторонникам Алексея Навального. В официальном документе сказано, что провести антикоррупционное пикетирование в это воскресенье на Красной площади невозможно. Ведь с 7 утра и до 10 вечера все парки, скверы, площади, аллеи, бульвары будут приводить в надлежащее состояние. Организаторам предложили перенести мероприятие на другое время. Ранее мэрия отказала в проведении мероприятия и на площади революции. После этого сторонник оппозиционера подал иск в суд. Заседание состоится завтра. Кроме этого, активист Руслан Руденко намерен попытаться согласовать митинг уже не в центре, а в сквере космонавтов Зеленой Рощи. Добавлю, что после расследования он вам не Димон, а якобы коррупционных схемах премьер-министра Дмитрия Медведева, оппозиционер Алексей Навальный решил провести акцию во многих регионах России. Красноярцев предупреждают о проведении взрывных работ в городе. Уже завтра работы будут проводить на карьере Черный мыс. Красноярцев просят не пугаться громких хлопков и сирен. Также специалисты предупреждают, куски пород после взрыва могут разлетаться на полкилометра, поэтому находиться в этом радиусе опасно. Работы на карьере продлятся с двух часов дня до семи часов вечера. Ответы на ваши коммунальные вопросы через 6 минут. И нужно ли в Красноярске столько ограждений, сколько вот хотят установить власти, это обсудим через 10 минут. Это новости ТВК и сейчас к обсуждаемым мировым новостям. Экс-депутата Государственной Думы Дениса Вороненкова застрелили в Киеве. Напонение было совершено возле гостиницы «Премьер Палас». Местная полиция сообщает, что киллер выстрелил по меньшей мере два раза, один из выстрелов стал смертельным. Охранник бывшего парламентария ранил нападавшего, сейчас стрелок находится в реанимации. Его личность устанавливают сотрудники правопорядка, а также разыскивают свидетелей происшествия. Одна из возможных версий следствия – заказное убийство. На Украину Вороненков переехал в октябре 2016 года после проигрыша на сентябрьских выборах в Госдуму. В России с 2011 года велось расследование против него по делу о мошенничестве. Четыре человека погибли, около 30 пострадали. В Лондоне произошел террористический акт. Все случилось прямо на Весмистерском мосту неподалеку от здания парламента. Мужчина устроил давку прохожих. На автомобиле он врезался в толпу людей, после чего ударил ножом полицейского. После этого преступника ликвидировали. В Великобритании уже оценивают произошедшее как теракт. В его результате скончались четыре человека, включая офицера полиции и самого террориста, сообщает BBC. Сейчас работа парламента приостановлена. Также закрыта станция метро и несколько улиц в центре города. Пока личность террориста официально не установлена, тем временем информационное агентство РИА Новости сообщает, за произошедшее ответственность на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Красноярцам огласили сроки летнего отключения горячей воды. Первыми в этом сезоне отключат жители Покровки, взлетки северного микрорайонов Иннокентьевские и части проспекта Металургов. Без горячей воды они пробудут с 3 по 13 июля. Затем запланировано отключение в Ленинском и Кировском районах, а также в микрорайоне Водники с 24 июля по 3 августа. Из 14 по 24 августа, согласно графику, горячую воду отключат в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах. Отметим, что плановое количество дней без воды сократилось. Так, в 2015 году подобные работы проходили в течение 16, а в прошлом году – 12 суток. Как бороться с насекомыми и грызунами в подъезде и подвале дома? Инструкция прямо сейчас в рубрике «Вопросы ЖКХ». Напомню, каждый четверг в студию новостей ТВК приходит специалист Наталья Балабина и отвечает на вопросы красноярцев. Задать их можно в СМС-сообщении на номер 9020. Напишите ЖКХ, поставьте пробел и напишите дальше ваш вопрос. Наталья Александровна, добрый вечер. Красноярцы спрашивают, в доме завелись муравьи, травим их обычными методами, не помогать. Что в таком случае делать? Если у вас завелись муравьи, но, как правило, муравьи, о которых идет речь, они заводятся в квартирах. В подъездах и в домах они, в общественных местах их не бывает. Если они у вас в квартире завелись, эти муравьи, они, соответственно, вероятно, к вам попадают либо через вентиляцию из соседних квартир. Первое, нужно, конечно, посмотреть у соседей, как это происходит. Если это и самим, соответственно, раз это ваша квартира, пытаться бороться с этими насекомыми. Существует в городе много специализированных ферм, в которые можно обратиться, и вам проведут потравку и посоветуют, что сделать. Если это в подъездах, в подвалах, как вот здесь жители говорят, тогда необходимо обратиться в свою управляющую компанию или позвонить в обслуживающую организацию. Все телефоны должны быть указаны в ваших платежных документах. У каждой управляющей компании есть специализированная организация, которая занимается дезинфекцией и диротизацией ваших мест общего пользования. Есть вот второй вопрос подобный, только про крыс. В соседнем доме в подвале видели крыс. Кто должен их травить, чтобы они не поселились и в нашем доме? То же самое, значит, и еще хочу здесь заметить. Сначала очень внимательно, с чего мы начинаем. Инструкция первая. Ознакомьтесь с договором управления, который вы заключили со своей управляющей компанией. И там в приложениях к этому договору прописана периодичность диротизации и дезинфекции. Как правило, это один раз в месяц. Но если это не помогает, можно дополнительно обратиться в эту организацию, и вам обязаны произвести диротизацию. Это в части крыс. Эти телефоны все находятся в подъездах, на стендах. Обязательно должна быть эта информация. Как называется непосредственно та фирма, которая проводит эти работы, позвонить по телефону и дополнительно сделать заявку. Они обязаны выехать и убрать все это. Обязаны, а если не выезжают, то куда жаловаться можно? Ну, если не выезжают, это, конечно, случай вопиющий. Обязательно нужно сообщить в вышестоящие организации. Они также у вас там все находятся в 2-0-5 службу. Но это, я думаю, такого не бывает. Обычно управляющие компании должны реагировать и реагируют. Но если не реагируют, уже люди, куда писать жалобы, сами знают. Можно в службу строительного надзора, можно в Роспотребнадзор. И последний вопрос, коротко. По какому нормативу производят начисления за освещение в подъезде, если конкретно в подъезде счетчика нет? С 1 января 2017 года вступила в силу постановление правительства Российской Федерации, где сказано, что электричество на содержание общего имущества теперь является жилищной услугой и входит в содержание. Все нормативы утверждались и утвердились у нас на территории Красноярского края. Постановлением правительства с ним тоже можно ознакомиться. А тарифы утверждаются приказами региональной энергетической комиссии. Спасибо, Наталья Александровна. Увидимся в следующий четверг. Присылайте ваши вопросы на номер 9020 с пометкой ЖКХ. Сейчас информация о погоде, а после продолжим обсуждение. В прямом эфире новости ТВК. Сегодня мы обсуждаем так называемую тему заборизации Красноярска. Так, пользователи социальных сетей окрестили массовую установку ограждений в городе Красноярске. Вот как вы думаете, нужны ли ограждения на улицах Красноярска? Станет ли от этого безопаснее? У нас есть первый телефонный звонок. Здравствуйте. 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 Меня зовут Андрей Иванович. Я долго живу, много чего видел. Поэтому считаю, что вот эти заграждения вдоль дорог, они бессмысленны. Никакой безопасности для людей они не представляют. Я понимаю, потому что взрослый человек, он может перешагнуть и пойти, где ему хочется. А дети, которые маленькие, вот у нас на Волгоградской, например, детский садик. Дорога выходит, калитка выходит прямо на дорогу. Вот понятно, в таком месте можно поставить заграждение. Но опять же, не по всей дороге, а метр там 20-30 в сторону и все. Поэтому я считаю, что не нужны такие большие заграждения делать по всей дороге. Видимо, наверное, администрации деньги некуда девать. Выделяется нонсирование большое. И вот они на такие простые вещи, значит, деньги, наверное, и расходуют. Спасибо вам за ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Ивановна. Я хотела бы выступить за ограждение. Потому что ограждение в нашем городе, у нас нет уважения к закону. И эти ограждения единственное средство, как говорится, решить спор между автомобилистами и пешеходами. Потому что пешеходных зон у нас вообще не осталось. Вот там, где нет этих ограждений, посмотрите. Вот на Карла Маркса, это напротив Европы, Евразии. Посмотрите, там на всех газонах, на всех тротуарах стоят автомобили. Пешеходам приходится идти прямо по проезжей части. Посмотрите, на 9 мая детская поликлиника. К этой детской поликлинике не пройти. Там одни машины, пешеходных зон нет. Если уберут на мира, там, где нет этих ограждений, посмотрите, опять на тротуарах стоят машины. Единственное спасение – эти ограждения. Потому что если уберут ограждения, сразу же на этих газонах, на этих тротуарах будут стоять машины. И я понимаю, почему автомобилисты так бьются, чтобы убрали ограждения. Потому что проблема парковок стоит очень остро. Только уберут ограждения, и поверьте, на этих тротуарах и газонах будут стоять машины. Ну и в сторону пешеходов, это тоже их очень дисциплинирует. Вот эти вот ограждения не дают им безнаказанно бегать. Я вас услышала. Спасибо вам большое. У нас много желающих высказаться. Да, доля, правда, есть, но, наверное, и сотрудникам ГИБДД нужно работать как-то активнее. Давайте сейчас послушаем, что пишут в социальных сетях по этому поводу. Алена Крашенинникова знает. Даша, ну, мнения точно так же, как вот и в звонках у нас сегодня разошлись. Вот очень многие пишут, что такие заборы, все-таки они спасают тех людей, кто привык переходить дорогу в неположенных местах, и говорят о том, что это действительно может спасти жизнь. Кто-то говорит, что для детей такие заборы важны, потому что, опять же, дети очень не всегда знают правила дорожного движения, как правильно переходить дорогу, и вот заборы как раз кончаются в тех местах, где дорогу можно переходить. Ну, все-таки вот мнение о том, что заборы не нужны у нас больше. Кто-то говорит, что это просто пустая отрата денег, а вот некоторые говорят, что все-таки некоторые заборы стоят в таких местах, где не проехать, не пройти, и вообще они там не нужны. Есть у нас мрачное мнение, нам написали о том, что из-за таких оградок город становится похож на кладбище. Ну, это вот... Ну, пишут, конечно, нужны, ведь наши люди лезут на дорогу просто ради фото. А вот, кстати, к фотографии, к нашему посту. И вот, наверное, сообщение, которым закончу сегодня. Нормальный человек там, где не надо, не пойдет, а вот ненормальному даже забор не помешает. Ну, на этом все. Даша. Спасибо, Алена. У нас есть еще один телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу говорить или кто-то там еще говорит? Говорите, говорите, да. Алевтина Александровна. Очень приятно. Так, я вот, слушала, даже вот мне слышно было речи других участников. Кто-то правильно говорит, что где-то надо ставить действительно, чтобы не было этой излишней парковки. Где-то посмотреть. Вообще надо к этому вопросу относиться очень обдуманно и по-умному. Хотя, вот мой вариант, когда, допустим, вот станция Бугач, идут от электрички по биодоку пожилые, даже и молодые, с рюкзаками, поднялись, идут. Я давно смотрела, и вроде даже в городских местах печаталась, что тут от станции до автобусной остановки, прямая линия, надо поставить хотя бы, пешеходный переход сделать. Люди идут, рискуют уже на свои... Ну, тут я вот на днях была, вообще поразилась. Загородили, вот именно поставили забор поперек вот этой дорожки, которая идет от станции Бугач до автобусной остановки. Как раз вот прямая линия, поставили заборы двойные, потому что там идет, по-моему, бульвар ботанический, поэтому двойной забор, и 100 метров туда надо пройти людям, 100 метров туда, чтобы и обойти, и прийти к остановке с этой. Спасибо вам за ваше мнение. Да, вот о таких перегибах, наверное, больше пишут, где много заборов на один квадратный метр, их может быть несколько штук. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Пока у нас телефонный звонок сорвался, я напомню, что мы обсуждаем тему установки ограждений в городе, в центре города, в других районах. Пользователям социальных сетей кажется, что слишком много их, и называют это заборизацией. Что думаете вы? Здравствуйте. 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 Я житель Покровки, и хочу сказать, что вот такие заборчики, что вот у вас на экране, они действительно нужны, чтобы машины не засоряли нам газоны, действительно где-то оградить шибко спешащих пешеходов, тех же деточек. Но дело в том, что вот эти огромные заборы, которые стоят бешеных денег, якобы шумозащитные, вот они у нас Покровки, настолько все портят, закрывают красивые дома, зеленые газоны, ведь гораздо дешевле засадить все зелеными кустарниками, нам зелени не хватает. А нас за эти заборы, как я не знала, это ужас. Ну шумно, говорят, потому что... Бескаритель на Басурино очень красивый, тоже закрыт забором. Шумно, потому что жители жаловались. Да вы знаете, никакого шума эти заборы не... Не помогают. Их раздевают, заклеивают различными рекламными объявлениями. Вот для них всегда грязь не убрана. Вот я говорю, что Покровка, вместо того, чтобы ее озеленять, ее вот этими заборами просто портят. Вот. У нас куча домов, и эти... Ну не знаю, эти заборы, я считаю, ни к чему. Спасибо вам. Спасибо вам за ваше мнение. У нас есть еще один телефонный звонок. Последнее время эфира подходит к концу. Здравствуйте. Здравствуйте, можете говорить. Алло. Алло, да. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Юра Ивановна. Вот я проживаю на улице Львовской. Значит, и увидела на экране, что тоже хотят поставить у нас заборы. У нас очень узкая улица, и заборы здесь будут вообще ни к чему. Лучше бы навели порядок вот с деревьями, которые нависают на проезжую часть улицы, и вообще даже не украшают нашу улицу Львовскую. А установка заборов в тяжелое вот такое экономичное время вообще, я думаю, она не нужна. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо, что смотрите новости ТВК. На этом эфир подходит к концу. Сейчас полезная информация. После этого не пропустите программу «После новостей», в которой Ольга Тепляшина поговорит о пассажирских речных перевозках. «После новостей» Продолжение следует...